Скажи следует, я так рад быть в Божьем доме. Блаженны, живущие в Доме Твоем, они непрестанно будут славить Тебя. Это хорошее настроение, и у них всегда есть за что славить Бога. Поэтому мы сегодня собрались в Божьем доме, чтобы прославить нашего Бога. Наш Бог – великий Бог, спасающий, исцеляющий, освобождающий, изменяющий жизнь и судьбы людей. Поэтому давайте мы поднимем наши руки и поблагодарим Бога за эту привилегию быть в Божьем доме, служить нашему Господу, слушать Его Слово, наполняться Духом Святым и поклоняться Ему во имя Иисуса Христа. Благословен Ты наш Господь, благословенно Святое Имя Твое наш Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа в этот час мы стоим пред Твоим святым лицом. Мы благодарны Тебе за эту радость, за это счастье быть в Доме Твоем. Отец, мы благодарны Тебе за кровь Сына Твоего, Иисуса Христа, которая была пролита за наши грехи, который сегодня дает нам право приходить пред Твое лицо, к престолу благодати и милости Твоей, обретать благодать и милость до благовременной помощи. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Мы благодарны Тебе за то, что во Христе Иисусе Ты избрал нас прежде основания мира. Во Христе Иисусе Ты благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Отец, благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты в нас, за то, что Ты за нас, Бог поборающий за нас. Ты никогда нас не оставлял. Отец, благодарим Тебя за Твою верность, благодарим Тебя за Твою щедрость, благодарим Тебя за Твою благость. Отец, поклоняемся Тебе, любим Тебя, превозносим Святое Имя Твое. Господь, сегодня наше сердце открыто пред Тобой. Посылай Слово Твое, говори в нашу жизнь. Отец, я молю Тебя, пусть Твоя благодать. Сегодня прикасайся к каждому сердцу, кто пришел сюда. Отец, пусть что-то новое придет в нашу жизнь. Мы знаем, что Ты Бог, творящий каждый день все новое. И я молю Тебя, пусть Твоя благодать разрушит всякую твердыню неверия, всякие сомнения, всякую болезнь, всякую немощь. Да придет Твоя жизнь, да придет Твой свет, да придет Твоя благодать. Во имя Иисуса Христа мы при Тобой открываем наше сердце. Мы поклоняемся Тебе, мы величаем Тебя и превозносим Тебя. Царя и Бога нашего, пусть имя Твое Иисус сегодня будет прославлено в этом собрании. Тебе добудет вся слава, тебе добудет вся честь и хвала. Царю и Богу нашему во веки веков. Аминь. Воздай Богу славу. Доброе утро, церковь. Мы сегодня будем прославлять, ну, чуть-чуть по-молодежному, так что подсоединяйтесь с нами. И я просто хотел, ну, такую мысль выразить. Я слышал, человек говорил о поклонении, что поклонение – это не то, что мы ждем какие-то чувства. Они приходят. Ну, сперва мы упражняем нашу веру. В поклонении мы упражняем нашу веру, когда мы поем эти такие песни. И Бог, Он просто ждет, чтобы мы пришли к Нему и упражняем веру и ожидаем, что Бог прямо возле нас, и Он готов нас принять в свои руки. И приходите уверенно к престолу благодати. И мы начнем. Славяйся, Господь, Ты достойный. Ты достойный, Сус. Что сказать, Бог мой? Ты подарил мне жизнь, и я не смогу объяснить, как ты дорог для меня. Меня Ты спас, Бог мой, вся жизнь моя в Твоих руках, и каждый день будет Божий свет сиять во мне. Каждый день. Иду я за Тобой. Каждый день. Каждый день живу с Тобой, мой Бог. Еще раз, Пой. Каждый день живу с Тобой, я. Каждый день иду я за Тобой. Каждый день живу с Тобой, мой Бог. Каждый день, я, каждый день, я, каждый день, Бог мой. Учусь на истине стоять, и молюсь я, Бог, чтоб лучше узнавать Тебя. Иди меня, Бог мой, каждый шаг мой направляет, и каждый день будет Божий свет во мне сиять. Каждый день живу с Тобой, я. Каждый день иду я за Тобой, я, каждый день живу с Тобой, мой Бог. Каждый день, каждый день живу с Тобой, я, каждый день, иду я за Тобой. Каждый день живу с Тобой, мой Бог. а 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 и а а а Живу с Тобой я каждый день Каждый день без музыки Каждый день живу с Тобой я Каждый день иду я за Тобой Каждый день живу с Тобой мой Бог Еще раз пойте Каждый день и живу с Тобой я Каждый день иду я за Тобой Каждый день живу с Тобой мой Все вместе Каждый день живу с Тобой я, Каждый день иду я за Тобой, Суть, иду с Тобой, мой Бог. Живу с Тобой я, Каждый день. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Come on, our God is worthy. Worthy is the king who conquered the grave. Worthy is the king who conquered the grave. Worthy is the king who conquered the grave. We worship you, that you gave your life for us. We worship you, that you are good. 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 мне больше его я и и коснись и освети меня все что есть по мне а иди в существе твое это как ты не жажду жажда иисус шашин воды И я живой, жду лишь Тебя, я, Иисус, только Ты, блюже мне. Иисус, и я слыши меня, все, что есть во мне, а в нам Блин. Проведи присутствие Твое, Знай только Ты, дружим, не жажду. Жажду Тебя, Иисус, жажду воды. Я живой, что бишь Тебя, Иисус. Иисус, только Ты, дружим, не жажду. Жажду Тебя, Иисус, жажду воды. Я живой, что бишь Тебя, Иисус, только Ты, дружим, не жажду Тебя, Господь. Жажду Тебя, Иисус, жажду воды. И я живой, что бишь Тебя, Иисус, только Ты, дружим, не жажду. О, 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 о Духом падает, и я живу в мою душу, ты нужен мне, пройдешь в воду, напомни все за мной. Духом падает, и я живу в мою душу, ты нужен мне, ты нужен мне. Жажду тебя я, Иисус, жажду воды я, живой, жду лишь тебя я, Иисус, только ты нужен мне. Давай жажду, жажду тебя я, Иисус, жажду воды я, живой, жду лишь тебя я, Иисус, только ты нужен мне. Жажду тебя я, Иисус, жажду тебя я, Иисус, только ты нужен мне. Жажду тебя я, Иисус, жажду воды я, живой, жду лишь тебя я, Иисус, только ты нужен мне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Духом падает, и я живу в мою душу, ты нужен мне. Прави сводом, наполнись все собой, ты нужен мне Духам поверь, Духам поверь, и я живет в воду, ты нужен мне Духам поверь, и я живет в воду Так же нужно не nuts Прикоснись, Господь, жажден Тебя, жажден Тебя, Я, Иисус, жажду воды, Я живой. Жду лишь Тебя, Я, Иисус, только Ты, может, не жажду Тебя, Я, Иисус, жажду воды, Я живой. Жду лишь Тебя, Я, Иисус, только Ты, может, не жажду Тебя, Я живой. Жду лишь Тебя, Я, Иисус, только Ты, может, не жажду Тебя, Я живой. Рождество, Ты, может, не жажду Тебя, Я, Иисус, жажден Тебя, Я живой. Святое имя Твое Тому, кто правит С престола славы Песню новую пас Давайте еще вместе Вознесенный Царь Божий Святое имя Твое Тому, кто правит С престола славы Песню новую пою Святый, святый, святый Господь Бог всемогущий Кто был, кто есть и кто грядет С творением восклицаю Песня о том, кто правит С престола славы Песня о том, кто правит Святый, святый Господь Одетый в краски Одетый в краски Оживших радуй Звук они молнии голос грома Вся слава, честь и сила Вся слава, честь и сила Принадлежат Тебе Вознесенный Царь Божий Святый, святый, святый Господь Бог всемогущий Кто был, кто есть и кто грядет С престола славы Песня о том, кто правит Стояние воскресаю, фалацарь царей, Тобой я живу, Тобой власть и садю. Стояние воскресаю, фалацарь царей, 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 Тобой власть и садю. Стояние воскресаю, фалацарь царей. Стояние воскресаю, фалацарь царей, Тобой власть и садю. 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 Стояние воскресаю,atsарь царей, Тобой, фалацарь царей. мы благодарим тебя Господь мы славим тебя мы превосносим твое имя которое превышает всякого имя на небе и на земле слава тебе слава тебе ты взял это имя Агнца Божьего и это имя кажется нам кротким Господь, но ты сильный всемогущий левый с коленой Иудина слава тебе пред именем твоим мы преклоняемся ибо ты царь когда нам кажется, что теряется контроль Господь, но ты держишь все в руке своей, Господь твое основание, оно непоколебимо Боже, ибо поэтому ты Господь и ты правишь вселенной у тебя ничего не меняется ты вчера, сегодня и вовеки тоже аллилуйя тебе слава тебе и мы благодарим тебя, Господь потому что так же нас ты держишь в руке своей наша жизнь в руке твоей наши дома в руке твоей, Господь всякое дело, Господь, оно в руке твоей Боже, если мы его отдаем в твои руки, Иисус аллилуйя мы поклоняемся тебе, Господь и мы хотим сказать тебе, Господи мы всем сердцем желаем верить и доверять тебе каждый шаг нашей жизни хотим быть в том месте, где ты желаешь нас видеть хотим делать то, что ты желаешь, чтобы мы делали, Господь хотим быть такими, как ты, Господи поэтому мы превозносим тебя да придет царствие твое и сила твоя и слава твоя в нашу жизнь, Господь да оживится народ твой и прославит тебя и возвеличит тебя ибо ты Бог достоин славы да откроются уста и да потекут реки живой хвалы в тебе, Господь, Бог великий да откроются сердца и польется хвала тебе ибо ты достоин славы, аллилуйя, слава тебе Господь да откроются ворота и войдется слава и великий и всемогущий, аллилуйя, аллилуйя мы благодарим тебя, Иисус хвала тебе за все, Боже, аллилуйя, аминь я на этой неделе размышлял над одним из случаев который произошел в жизни Иисуса когда Иисус учил и собралось много народа Иисус вдруг во время своей проповеди подзывает одного из учеников и говорит накормите этих людей, потому что они долгое время не кушали и селение далеко, и им некогда идти отсюда с пустыни вы дайте им есть тогда ученики говорят Господи, да 200 динариев я так размышлял, что такое 200 динариев 200 динариев это примерно для одного человека 8 месяцев работы чтобы накормить такое множество людей и тогда я начал себе задавать вопрос Боже, почему ты просишь у людей то, что они не могут делать откуда 200 динариев у учеников в то время где селение, чтобы купить эту ну, что-то невозможное и я понял, что всегда как всегда я заметил Иисус всегда просит сделать что-то невозможное зачем Иисус тебе просить Петра идти по воде это же невозможно но Иисус сказал иди зачем Иисус тебе говорит освящайтесь и будьте святы потому что им нам кажется это же невозможно для нас зачем Иисус ты просишь от нас сделать то или то и вы знаете когда есть моменты мы видим, что это для нас невозможно мне кажется ученики тогда они просто стояли как в шоке и что произошло вдруг приходит Андрей с мальчиком маленьким две рыбки хлебы приносят и говорят вот это все, что у нас есть пять хлебов и две рыбки и казалось бы, Андрей был учеником веры если бы он проволчал дальше а так он сказал но что это для такого множества людей знаете, дорогие мои я понял одну вещь Иисус взял это в руки и когда он начал молиться начало происходить чудо очень часто в нашей жизни мы боремся с некоторыми немощами и нам кажется Господи и мы знаем, что Писание не то что просит нас но требует от нас чтобы мы оставляли эти вещи в сторону и жили так как по Слову Божьему по заповедям и мы боремся с некоторыми душевными немощами которые восстают и восстают на нас как бы каждый раз мы сталкиваемся с ними и мы или выигрываем или мы ломаемся но мы знаем, что Писание оно не меняется мы должны меняться как в финансовой ситуации и в любой ситуации если мы, братья и сестры в этот момент скажем Господи без Тебя мы не можем сделать но вот то, что у нас есть мы отдаем Тебе благослови Его Господи я не могу смиряться внутри меня гордость но я прошу и я верю как апостол Павел сказал что все я могу с укрепляющим меня Иисусом Христом Господи с Тобой я это смогу сделать Господи в финансах я не могу продвинуться сам своими усилиями я не могу но с Тобой я приношу эти Тебе в молитве давайте мы сделаем вместе давайте сейчас как Иисус взял те хлебы и рыбки в руки свои и Он просто благословил их финансы которые мы приготовили десятины которые есть в наших руках я хочу чтобы мы взяли их в руки и мы просто благословили их не просто сложите его в корзинку давайте мы сейчас молите благословим и мы скажем Господь пусть это не будет просто наша отдача десятины пусть это не будет просто наши сени я хочу чтобы это было шаг веры который бы принес перелом в мою жизнь который бы принес прорыв в мою жизнь который бы помог проявиться силе Твоей и славе Твоей и умножению если в моей жизни есть финансовый кризис кто смотрел новости стаки падают I don't care Царствие Божие оно непоколебимо Иисус Он Господь Он на троне и мы не зависим ни от стаков ни от каких финансовых стабильностей вся финансовая стабильность она в Господе и поэтому мы будем молиться и говорить Господь нам не надо восемь месяцев нам нужна одна молитва веры которая совершит чудеса аминь Господь мы благодарим Тебя Боже мы славим Тебя Боже мы поклоняемся Тебе слава Тебе Господь я благодарю Тебя Иисус за то что Ты просишь от нас и требуешь от нас делать вещи не просто которые мы можем Господь но Ты хочешь чтобы наша вера и наши способности и возможности в нашей жизни они расширялись чтобы завтра мы были способны на большее чем мы были способны сегодня чтобы то что мы не могли сегодня завтра верою мы уже наступали на это переходили через это Господь чтобы то маленькое сколько имеем в наших руках да будет оно благословено Господь я верю Господь что когда Ты благословляешь приходит умножение Господь приходит благословение приходит Господь процветание приходит возможности приходит прорыв во имя Иисуса Христа потому что Ты благословляющий Господь и Ты сказал что я Бог благословляющий и рука моя благословляющая не сокрасят и рука моя благословляющая не отяжелела для того чтобы простирать его на народ мой и благословлять его аллилуйя только Ты желаешь Господи чтобы все что мы не делали Боже чтобы мы отдавали это Тебе в руки зная, что это мы делаем с Тобою не сами по себе ибо без Тебя мы не можем ничего, Иисус поэтому благослови Господи, я прошу Тебя да будет благословен народ Твой да будет благословен каждый, кто трудится на Ниве Твоей, Господь да будет благословен каждый, кто служит Тебе, Иисус чтобы никто не говорил, что дело Господь не напрасно Аллилуйя, Боже, да будешь Ты превознесен в жизни нашей да будет благословен это семя эти финансы, это время, Господь умножь его во имя Иисуса Христа и пусть придет благодать Твоя в народ Твой, Аминь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Призвал всю нацию поститься Когда была страна на грани войны с Францией Знаете Америка была такой задирой все эти годы Всегда с кем-то конфликтовали Люди хотели конфликтовать с ней Четвертый президент Джеймс Мэдисон тоже дважды обращался к нации и всенародные посты когда кризис был в стране и самый популярный самый любимый президент которого мы любим Особенно бумажки с его фотографиями любим носить в нашим карманам. Авраам Линкольн четыре раза обращался к нации. Четыре раза. И обращал внимание о том, что только Бог может помочь. На его время выпало тяжелое время. Гражданская война, смута, братоубийственная война. И он понимал, что только Бог может помочь. Он обращался к народу и написал. Это находится сегодня в Конгрессе, в библиотеке американской находится его воззвание. Обращается страна, где мы живем. Мы оставили Бога. Мы ушли от Бога. Будем смеляться, братья и сестры. Может быть, Бог смилуется. И Бог действительно смиловался. Он дал этой нации, этой стране, где мы живем, великую милость. И этот президент стал наиболее благочестивым президентом из всех президентов, братья и сестры. И потому Америка знала великие пробуждения. В штате, где мы живем, началось великое пробуждение, или Great Revival, 1847 год. Вот здесь, рядом, в Норсхемптоне, когда страна была охвачена пробуждением, народ обращался к Богу, и Бог отвечал. Бог давал свой огонь. Потом Америка знала молитвенное пробуждение, 1857 год, которое началось в Нью-Йорке. Молитвенное пробуждение. Америка знала Азуза Стрит. Она знала великое излияние Духа Святого. И потому церкви, которая постится, это законное оружие. Я не верю в то оружие, когда лидеры церкви выводят миллионы людей на улицы, чтобы протестовать. Я верю, мы должны приводить людей в церкви, поститься и молиться, чтобы Господь, Господь смиловался и дал свой ответ с небес и пробуждение, в котором мы так сильно нуждаемся во имя Господа Иисуса Христа. Пусть Бог вдохновит во что и воздаст всем тем, кто смирались на протяжении этих трех недель. Будьте благословенны, братья и сестры. Это мое вдохновение к вам. Будьте благословенны. Для меня действительно привилегия сегодня проповедовать в этой церкви. И по многим причинам так хорошо посетить родственников, не правда ли? Да, это очень хорошо. Когда в церкви много, когда в городе много церквей, и они дружат между собою, это благословение. Всякий раз, когда я о чем-то молюсь и хочу, думаю о чем-то, есть приглашение, есть какие-то желания о чем-то проповедовать, практически всегда случается вот что в моей жизни. Бог последнюю ночь забирает сон у меня. И я о чем-то думаю. Я сегодня думал то, о чем я буду проповедовать, хотя абсолютно были другие конспекты, другие пометки. Я не знаю, братья и сестры, но хочу быть послушным Господу. Думаю, что вы так же поступаете, если Господь о чем-то беспокоит. Я всю ночь думал сегодня и в мыслях, и возвращался снова и снова. Послание апостола к евреям. Послание апостола к евреям. И я хочу, братья и сестры, предложить вниманию, предложить вниманию текст Священного Писания, книга «Евреям», 10 глава. Один стих. Сам по природе я эмоциональный человек, кто знает, кто-то, кто ближе знает. Хочу сегодня очень, и хотел бы очень эмоционально передать это слово. Но так, чтобы услышали абсолютно все, кто в этом собрании. Книга «Евреям», наверное, авторство принадлежит апостолу Павлу, 10 глава, 25 стих. Пусть этот стих принесет благословение сегодня, братья и сестры. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и чем более, чем более усматриваете приближение дня онного». Вот этот текст, о котором я сегодня хочу, я действительно побуждаю им, был Господом, имею вдохновение говорить сегодня на эту тему. «Не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай». Обычай – это то, что складывается не за один день, не за один день. Это то, что делается, берет время, годы, десятки лет, чтобы сделать какое-то обычай. Например, есть обычай, каждая церковь имеет хлебопреломление. Большинство протестантских, особенно славянских церквей, русских церквей или русскоговорящих. Мы имеем первое воскресенье хлебопреломление, но это не закон. Вы можете сделать хлебопреломление вечером, можете сделать на будничный день. Но обычно делают хлебопреломление первое воскресенье. Такой обычай у всех церквей. В моей жизни была интересная ситуация, когда я был помоложе, я был не очень такой, как будто нормальный для многих людей. Я участвовал в марше мира. Я родом из Бреста. Я шел пешком из Бреста до Москвы. Пешком. Полтора месяца. И цель была идти молиться. За страну, где мы живем, чтобы Бог снял проклятие. И мы проходили примерно в день 35-40, иногда 50 километров каждый день. И встретившимся людям мы рассказывали о Боге. Вот в личной беседе шли на огороды. Когда была деревня, мы шли, распространялись по всей деревне. Это была большая команда. И мы приходили на огороды, мы ходили в дома, мы приходили на всей территории. Мы приходили и рассказывали о Боге. И люди говорили, вы действительно ненормальные. Почему вы не едете? Потому что если бы мы ехали, я не встретил бы вас. Я пришел к вам с доброй вестью рассказать о Боге. И мы каждое утро делали хлебопреломление. Вот такой был обычай. Посланник евреям было написано в 63-м году нашей эры. В 63-м году нашей эры. И в то время, послушайте, братья и сестры, появился странный обычай пропускать собрание. Я недавно взял христианскую газету. Кто-то дал, принес ее в нашу церковь. И на одной из страниц была статистика о том, как люди посещают церковь. Как христиане в Америке, это статистика об Америке, не только о славянских церквях. Я думаю, что славяне не очень сильно отличаются от американских, больше американская статистика о том, что на вечернее собрание, если оно вообще будет, придут примерно 26% только людей. От тех, которые были утром, обычай не приходить в собрание. Обычай. Он был в 63-м году нашей эры. В то время, когда люди, когда есть повеление, это заповедь Слова Божия. Вообще, братья и сестры, послание к евреям весьма строгое послание. Если вы когда-нибудь так внимательно, молитвенно читали это послание, оно весьма строгое. Наверное, самое строгое послание из всех посланий. Оно предупреждает нам, нас, что мы можем отпасть от веры. Может быть, несколько стихов я хочу прочитать для вас. Вторая глава. Это послание. Я сегодня буду говорить в основном, в начале о послании к евреям, хотя я буду читать два еще текста Писания чуть позже. Вторая глава, первый стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанию, чтобы не отпасть. В третьей главе, второй стих. Не отступить от Бога. Я не знаю, смотрите, двенадцатый стих. Смотрите, братья, чтобы не было у вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. И в двадцать, в десятой главе весьма строгое предупреждение. Я попрошу вас, прочитайте дома. Это стихи двадцать шесть по тридцать первые стихи о том, весьма, наверное, самое строгое предупреждение Слова Божьего, что можно попрать и никогда не быть больше восстановленным. И тридцать пятый и тридцать девятый стихи этого текста, десятой главы, они говорят нам о том, что можно навсегда потерять спасение, навсегда отступить и быть вне спасения. И у людей появляется обычай не приходить в собрание. И апостол, движимый Духом Божьим, пишет, не будем оставлять собрание вашего. Первое мое пожелание для вас, дорогие братья и сестры, пусть собрание, куда приходите вы, куда приходят верующие люди, будет вашим собранием. И мой вопрос является, собрание церковь, где сидите сегодня вы, вашей церковью, является ли? Я очень люблю ту церковь, где Господь поместил меня. Очень сильно люблю. И люблю потому, что люди любят и благословляют меня. В моей жизни были много не совсем приятных вещей уже здесь, в Америке. И если бы не некоторые женщины, братья и сестры, наверное, я никогда не прошел бы. Однажды я был в большой аварии, немногие знают, в большой аварии, когда огромная стена гейблвол упала и придавила. И мы были очень сильно плохи, абсолютно все. А когда я через месяц пришел, я не мог ходить, где-то три месяца, у меня было все очень плохо. И когда я пришел первый раз в церкви, я еще не мог сидеть, я мог только стоять. И я пришел, подошла одна женщина, очень пожилая женщина, она обняла меня и очень сильно плакала, очень сильно плакала. И я говорил, сестра, ну все нормально, я поправляю, все очень хорошо. Она сказала мне такие слова, послушай, Александр, я тебе что-то скажу. Вот той ночью перед тем днем страшным в твоей жизни я услышала голос, среди ночи, вставай. На Александра идет очень огромная начиск, очень огромное давление, и он сам не пройдет. Вставай и молись. И говорит, я молилась до утра, я не знала твоего телефона, пришло утро, я не знаю, что случилось с тобою. Я продолжала молиться до вечера. И она вечером пришла в церковь, и сказали, Александр в большой аварии, и возможно он никогда не будет ходить. Он останется в коляске. И эта женщина, она продолжала молиться. Если бы не такие благочестивые люди, я бы никогда не прошел бы. Как много сегодня людей ищут причину, чтобы не пойти в церковь. Я каждый год стараюсь выехать на миссию, каждый год. Один из последних разов мы были на Кавказе. Такое место, где полюбилось для нас. Я, наверное, восемь раз был на Кавказе, или девять раз. Один раз с пастором Василием. Мы были вместе там, в Владикавказ, в Ставрополь. И у меня есть некоторые недомогания в моем молодом организме. И я всегда стараюсь хотя бы на день или на два, на три дня приехать на мою родину. Уже нету в живых моих папы и мамы. Уже нету они в вечности. Особенно, когда они были, хотя бы проведать маму на несколько дней. Там мои живут братья и сестры. Вся моя семья живет там, мои родственники. Я был пастором церкви в Белоруссии. Я стараюсь посетить церковь, где я был. У меня очень хорошие отношения. И когда были большие перелеты, потом много надо было ехать, я добрался до Бреста. Мой старший брат, он имеет большое служение, он живет в Минске. И он всегда старается приехать, чтобы встретиться. Я не могу всех моих родных посетить. И мы собираемся на один или на два дня в городе, в Бресте, в моем родном городе, чтобы пообщаться и помолиться. Приехал старший брат Сергей из Минска в Брест. И мне ночью было очень сильно плохо. Настолько плохо. Я думал, что я не доживу до утра. Кончилась медицина, я не знал, что делать мне от бессонницы, и от перелетов. И очень плохо чувствовал себя. Мне тошнило, очень высокое давление. И мне просто было ужасно плохо. Я ждал утра. Я ждал утра, чтобы позвонить Сергею, сказать, что... Кроме того, я знал, что мы придем в церковь, встретимся в церкви. И пастор церкви, он попросит проповедовать в этой церкви. И я знал, что я не смогу это делать. И я ждал утра, как только расцветает, чтобы позвонить Сергею, он епископ, и сказать, Сергей, мне очень плохо, я, наверное, не буду в церкви. Я дождался шести часов утра. Я понимал, что он уже, наверное, на ногах. Я набрал ему телефон и говорю, Сергей, мне очень сильно плохо. Я знаю, что придя в церковь, ты будешь проповедовать. И пастор попросит, чтобы я поделился словом, и я, наверное, не смогу. Мне очень сильно плохо. И помолись за меня, я останусь, наверное, дома. И на той стороне телефонного провода мне так показалось, что мой старший брат улыбнулся и сказал мне следующее слово. Саша, когда тебе плохо, тем более надо идти в церковь. Я собрался, я пошел в церковь. И пока я ехал в церковь, Бог дал мне достаточно силы и здоровья, чтобы я мог участвовать и делиться словом. Как часто, братья и сестры, мы ищем причины, чтобы не пойти в церковь. Позвольте мне, я вам что-то прочитаю. Я могу это рассказать, но я вам прочитаю. Когда я приехал в Америку, я стараюсь не читать богословские книги. Только книги вашего пастора я прочитал. И пусть Бог его благословит. Я читаю историю, очень много читаю историю. Я читал Евсевия, историка, историка первых веков. И вот он написал маленький абзац, маленьких, несколько предложений о жизни церкви при императоре Деции, когда было очень сильное гонение на христиан. И вот что он написал. Историк Евсевий написал историю о том, как отряд римских солдат был послан в селение, чтобы сжечь дома и убить всех христиан в поселке. Солдаты шли не спеша. Их обгоняли группы простых людей, которые спешили куда-то. Центурион схватил одну женщину и спросил, «Вы куда? На собрание?» Ответила женщина и быстрее побежала. «Вас ведь всех убьют!» Вдогонку сказал офицер. Как-то торопливо офицер обходила старенькая женщина и за руку вела двоих детей, маленьких детей. «И ты на собрание?» «Да!» Скромно ответила старая женщина. «А их ты зачем с собою взяла? Хочу, чтобы и они вошли в эту радость». И обогнавшая офицера быстрее пошла в сторону селения. Что вы подумали об этом? Не очень нормальные, правда? Если смотреть с точки зрения 21 века. Я много выезжаю на миссию. Вы знаете, братья, что не все такие спокойные собрания, такие благословенные времена, которые имеют славянские церкви в Америке. Я недавно имел благословение познакомиться с одним из епископов из Узбекистана. Может быть, кто-то из Узбекистана есть. Его я не стесняюсь сказать. Его имя Василий Рулев. Первый заместитель начальствующего епископа по Узбекистану. Весьма почтенный человек, в возрасте человек. И когда он рассказывал, мы были на маленьком, такая маленькая конференция или мини-общение. Несколько людей из каждой республики были из Казахстана. Кстати, на этой неделе начался процесс судебный о пасторе Кушкумбаеве. На этой неделе начался суд. Пастору 68 лет. Ему лепят несколько статей очень плохих. И если Бог не помилует, он окажется на десятки лет в тюрьме в Казахстане. Обстановка сложная. Вот что рассказал этот брат Василий. Говорит, я вам расскажу о том, как движется наша церковь. Он живет, он сам родом с Ферганы. И он рассказывает о том, как некоторые церкви в Узбекистане проводят свои собрания. Он рассказал об одном из... В одном городе, говорит, есть церковь. Недалеко от нашего города пастор церкви не имеет никакой возможности собрать церковь свою. Примерно 90 членов церковь, все новообращенные, они пришли из мусульман, они обратились к Господу из вот этой религии, они стали христианами. Они имеют очень большую опасность со стороны родственников и со стороны правительства. Они не могут собраться даже на день рождения, чтобы, если они начинают петь, приходят, немедленно доносят. И они имеют большие-большие проблемы, огромные штрафы. Вот что делает пастор, движущаяся церковь или церковь в движении. Когда он рассказывал, я слушал его, он так весело рассказывал, с юмором, а мне хотелось плакать. Он говорит, что пастор имеет очень старенький-старенький вен. 15 или 17 лет он показал этот вен на фотографии, он действительно весь ржавый. Десятиместный вен. Он подъезжает к остановке, там ждут 9 человек, потому что он десятый. Они садятся, и он один час возит их по городу. Это новообращенные люди. Рассказывает им о Боге, рассказывает о любви Божьей, наставляет в вере, молится за их нужды. Подъезжает к остановке, высаживает этих 9 человек. Подъезжает к следующей остановке, где к тому времени уже сидят, ждут его другие 9 человек. И он снова их возит один час, рассказывает им о Боге, проповедует им Евангелие, утверждает их в вере, молится за нужды. Высаживает на остановке и подъезжает к следующей остановке в этом городе. И снова возит один час, следующих 9 братьев, и у него рабочий день. 10 часов, воскресенье, он ездит и проповедует своим братьям и сестрам. И когда я слышал, я так подумал, как часто ищем мы причину, чтобы не прийти в собрание, чтобы остаться дома. Я знаю, что и сегодня много людей осталось, чтобы посмотреть на онлайн. Как многие христиане, оставаясь дома, они остались там, ища причины. Братья и сестры, вот эта тема сегодня, тема проповеди, не оставляйте собрание вашего. Я хочу повести вас в Писание, чтобы показать, это действительно очень опасно. Самая, наверное, самая большая проблема, самая такая огромная проблема современных церквей, особенно церквей западного мира, мы привыкли жить жизнью индивидуализма. Не трогай меня, не мешай, это моя частная. И мы все окружаем вокруг своего дома, и мы не хотим никого подпускать. Сколько раз, когда мы были одни, сколько раз, когда мы оставались в тот момент, когда мы должны быть в церкви, наша проблема приходила. Сколько раз грех настигал нас там, когда мы даже оставались под правильным предлогом. Мы включали христианское ТВ, чтобы посмотреть. Послушайте, сегодня я очень за то, чтобы церковь развалась совершенным и прогрессивным методом. Но время, проведенное в собрании, в общении с народом Божьим, оно неравное время, проведенное у компьютера за христианскими сайтами или просмотря христианскую программу по телевидению. Это не то же самое время. Я могу сказать, даже если сегодня кому-то это очень и очень сильно не понравится. Я не знаю, приходилось ли вашим пасторам, беседователям же, как-то вникать в ситуацию, когда люди оставались дома, в тот момент, когда было собрание, и, ища что-то на христианских сайтах, запутывались и на серьезно, и на долго. Потому что в тот момент, когда ты должен быть в собрании, в церкви, я находил причину оправдать себя, чтобы не быть в собрании. Я отделенным от народа Божьего, там, где действует Дух Божий и благодать Божья. Кто-то говорит, что я могу быть дома, остаться, и только там я смогу быть святым. И послушайте, братья и сестры, большим или начальным симптомом того, что мы начинаем духовно увядать, духовно остывать, является о том, что нам не хочется приходить в собрание. Это так, естественно, начинаю пропускать на буднях собрание. Я не прихожу, потом прихожу только в воскресенье утром, я нахожу причину, чтобы не прийти вечером. И так внезапно, так тихонечко и легонечко приходит, как старость, незаметно. Недавно брат один говорил, думал я всегда, что я молодой, и надо было мне в паспорте поменять фотографию. Я сфотографировался. Я же, говорит, каждый день броюсь, я смотрю на себя. Но когда я посмотрел на фотографию, которую должен влепить в паспорт, и мне стало страшно, такой старый человек смотрел на меня с этой фотографией, так внезапно, не замечая. Вот так приходит духовное увядание, когда мы отделяем себя от народа Божьего, когда мы отделяем себя от общения. Послушайте, только в общении с народом Божьим мы духовно зрелые, только в общении с народом Божьим, когда мы развиваемся, когда мы служим друг другу. Послушайте, сколько есть нам благословений, что мы должны быть вместе, мы должны находиться в общении друг с другом. Таких выражений «друг к другу» или «друг ко другу» 52 в Библии. Любите друг друга, молитесь друг за друга, ободряйте друг друга, назидайте друг друга, приветствуйте друг друга, служите друг другу, учите друг друга, принимайте друг друга, почитайте, носите бремена друг друга, прощайте, покоряйтесь друг другу, будьте преданы и многое-многое другое. Мы должны быть вместе, мы не должны быть изолированы друг от друга. И вот это слово, которое сегодня звучит, звучит, не оставляйте собрания. Сатана знает, что когда мы одни, он сначала отделяет от общества, находит любую причину, неудобно, с кем-то не поладил, не иди туда сегодня, чтобы отогнать сначала от стада, а потом сделать то, что он должен сделать, то, что он делает очень часто. Давайте откроем текст Писания. Я не буду читать из этого текста, я просто расскажу один весьма странный случай, который произошел в книге Судей. И этот случай настолько сложный, что я, когда был молодым, я всегда один раз прочитал, и когда я снова начинал читать Писание, я автоматически пролистывал. Этому случаю посвящена девятнадцатая, двадцатая и двадцать первые главы книга Судей. Я расскажу, а вы, пожалуйста, братья и сестры, просто прочитайте дома внимательно. Я до сих пор не могу объяснить некоторые моменты, некоторые детали этого события, весьма мерзкие и весьма неприятные. Но потом вдруг я начал оценить, оценивать это место, это Слово Божье, и Бог вложил что-то в это Слово, чтобы иметь какой-то пример для людей, которые будут читать Слово Божье. Вот какая ситуация. У одного мужчины ушла жена. Это было событие примерно 3400 лет от сегодняшнего дня. Ушла жена от мужа. Она ушла от мужа, и муж пришел в дом отца ее, чтобы возвратить ее к себе домой. Он был очень любезно принят тесем своим или отцом жены, и настолько любезно, что они пять дней они гостили в этом доме. Тест был очень любезен. Он уговорил свою дочь, и они снова возвращаться должны были в свой город, в свое место. И они отправились в путешествие домой. И когда они шли, им надо было ночевать. Наверное, у них так много было гостиниц, которые, как сегодня, на каждом экзите ты сможешь остановиться, можешь иметь комфортную гостиницу, дешевую или подороже гостиницу. Они пришли и остановились. Ночь пришла. Надо было остановиться. Пришел добрый человек и увидел незнакомых людей, и он предложил, пойдем поночуем у нас. Город, где застала ночь, это была Гива Вениаминова. Они пришли в колено Вениаминова. Гива Вениаминова. И этот старый добрый человек пригласил в дом странников. Это была заповедь Божья. Но в этом городе были развратные люди, весьма мерзкие люди. Когда они узнали, что пришли чужие странцы или же люди чужие, не из этого города, они пришли и говорили, это были гомосексуалисты, они говорили, отдай нам, и мы будем насиловать их. Этот старый человек говорит, это невозможно. И он всячески пытался отговорить этих людей. И то, что я не могу объяснить, тот мужчина, молодой мужчина, выставляет за дверью свою жену. И эти негодные, развращенные люди издеваются над ней до утра. И она умирает. И потом случилось то, что Израиль, когда узнал, что произошло, это весьма мерзкое, весьма гнусное дело, они решили пойти на этот город, чтобы наказать виноватых. Чтобы наказать виноватых. Когда пришли они, они начали говорить с этим городом, а люди, живущие в гине Вениаминовой, они не увидели ничего плохого в этом. И не выдали этих негодных людей. И тогда старейшины израильские принимают решение. Они идут войною на этот город. И целое колено Вениаминова было уничтожено. А может быть, вначале я не сказал, что когда было расселение при Иисусе Навине на колено, вот это колено оказалось по ту сторону Галилейского моря. Все двенадцать колен были там, они были немножко в стороне. Они не всегда из-за расстояния могли иметь общение с народом. Далеко были. И когда было расселение, то гадову колену предложили поселиться в Галааде. А это та сторона Галилейского моря. И вот это случилось, израильские войска, они уничтожили целое колено. Когда они пришли, говорит уже двадцатая глава, когда они возвратились, невиданное преступление и невиданное по масштабам наказание. Целое колено стерто с лица земли. И когда они начали рассуждать, все ли участвовали в этом акте, вдруг кто-то сказал, что один город, Иовис Галаадский, он проигнорировал, он не захочел быть с народом. И пятый стих, двадцать первой главы, говорит, и сказали сыны Израилевы, кто не приходил, послушайте, не на войну, кто не приходил на собрание перед Господа из всех колен Израилевых, ибо великое проклятие произведено было на тех, которые не пришли перед Господа в массиву. И сказано было, что те будут преданы смерти. И говорит Иовис Галаадский. И когда они услышали об этом, они повернули войска, пришли в этот город и уничтожили весь город. И Иовис Галаадский не посчитал важным о том, что было совершено весьма мерзкое и гнусное преступление. И они посчитали, что все это как будто бы нормально. Они не захотели участвовать вот в этом мероприятии. И за это они были уничтожены. За то, что они не были в собрании. Ну почему они так посчитали? Они недостаточно, наверное, много и часто были в общении с народом. Там, где читалось Слово Божие, там, где читался закон. Они считали, они думали, что все это так и должно быть. И целый город был стерт с лица земли. Все, все сожжено. Из-за того, что они не были в собрании. Кажется, странная ситуация. Этой ситуации посвящены три главы в Писании. И она имеет продолжение в Новом Завете. Давайте откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. И спустя 1430 лет после этого события. И моя мысль, моя тема этой проповеди сегодня. Не оставляйте, братья и сестры, собрания. Когда мы остаемся вне собрания, вне церкви, мы не слышим голоса Божьего, наша совесть не освежается от Духа Святого. И мы очень много и часто привыкаем к многим вещам. И мы потихоньку-потихоньку отступаем и уходим, и уходим от Бога. В Евангелии от Луки, в 8 главе, в 26 стихе, я, наверное, прочитаю этот весь текст из Писания. Может быть, да, с 26 стиха, 8 глава Евангелия от Луки. «И пришли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени. И одежду, не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах». Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами. Сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесам в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы он не повелел иметь в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили, чтобы позволил им войти в них. И позволил им бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросились стадо скрутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селении. И вышли видеть происшедшее, и пришли к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. И видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся, и спросил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Скажите, какая связь между этими событиями? Это та же самая земля, это то же самое место. Гадаринская земля, она по-другому названа. Это та же самая земля, где тогда, 1400 лет раньше, за то, что народ Божий не был в единстве, народ Божий не приходил в собрание, случилось весьма мерзкое преступление и наказание, и уничтожен был город Иовис Галацкий за то преступление. За то, что они не отреагировали на то, что Бог требовал наказать этих людей, наказать грех, наказать развращение. Они посчитали это все нормально. Почему они посчитали? Потому что у них не было возможности из-за территориального расстояния быть постоянно в общении, где читался закон Божий, где собирались израильчане, где священник говорил Слово Божие, где вразумлялся народ, как нужно вести себя. Прошли годы, прошли снова почти полторы тысячи лет от того мудовения. И та же самая земля. Откуда на земле, где живут евреи, пасется стадо свиней? А вот так потихоньку они приходили туда, они смотрели другие влияния других народов, и вместо агнцев они начали потихоньку выращивать свиней. И знаете для чего? Чтобы приносить их в жертву идолам, Зевсу и многим другим богам. Как вы могли позволить себе такое? Так, вот так потихоньку черное становится белым. Вот так люди привыкают. Они начали это так внезапно, так потихоньку это делать. И они абсолютно со временем, уже в поколениях, это не взяло 10 лет, а проходили годы. И они совершенно привыкли. И то, что на их огородах паслись свиньи, это было для них нормально. То, что было мерзко в глазах Божьих. Но реакция все та же. Кто-то сказал, что... Евангелие говорит, кстати, в послании к евреям написано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И кто-то сказал, что люди и вчера, и сегодня, и вовеки те же. Реакция та же. Когда они увидели нормального человека, сидящего у ног Иисуса, небесноватого, здорового, улыбающегося. Наверное, уже успел помыться, привести себя, одеться, привести себя в порядок. Когда они пришли и увидели чудо, о котором мечтали, наверное, родители, о котором мечтали родственники, чтобы он когда-нибудь стал здоровым, они были в страхе и ужасе. И то, что нормальное им показалось ненормальным, они сказали, Иисус, нам это не подходит, уйди отсюда. Иисус сел в лодку и отправился назад туда, через Галилейское море. Братья и сестры, сегодня Слово Божье говорит для нас. Давайте не будем оставлять собрания, как есть обычаи у многих людей, не приходить в собрание. Приходя в Дом Божий, мы получаем обновление. Дух Божий говорит. Бог всегда накрывает стол для нас. Послушайте, я не пастор этой церкви, но я хотел быть сегодня действительно послушной голосу Божьему, то, о чем Он вдохновлял меня, чтобы я обратился в этом собрании. Я мог абсолютно говорить на абсолютно другие темы, абсолютно. Я бываю раз в несколько лет в вашей церкви, но, наверное, это Слово сегодня нужно в собрании. Для тех людей, кто слышит сегодня, не оставляйте, дорогие братья и сестры, в собрании. Не ищите причины, чтобы остаться дома. Не ищите, старайтесь, бегите, старайтесь в общении к народу Божьему. Здесь Господь говорит, я верю, однажды соберутся верующие люди в Дом Божий. И Господа, я отношусь к тем проповедникам, которые верят в последнее и самое великое излияние силы Божьей. Однажды мы придем в Дом Божий, и будут захвачены все те, которые были в Его присутствии, были в Доме Его. Будут захвачены великой силой Божьей. И Господь зальет обетование, которое Он обещал на протяжении многих и многих тысяч лет для церкви силу Божью и славу Божью. И Господу нужны будут люди, квалифицированные, исполненные Духом Святым, люди помазанные. И это че-люди, которые пребывают в Слове Божьем, которые пребывают в народе Божьем, которые приходят в Дом Божий и питаются в единстве с народом Божьим. Сегодня бытует такое мнение, что я, если я буду один, я могу быть святым, а если я где-то, я не смогу остаться. Это ложная святость, это ложное смирение. Только вместе, только друг с другом мы духовно развиваемся, мы духовно становимся зрелыми людьми, только в общении народа Божьего. Никогда не пренебрегайте жизнью церкви, никогда не оставайтесь, не ищите причину, дорогие христиане, чтобы не прийти в собрание. Божьи, бегите в Дом Божий, бегите в присутствие Божье, бегите к братьям и сестрам. Вы найдете здесь людей, которые поддержат вам, когда будете проходить трудное время. Здесь, именно здесь, эти люди, которые помогут пройти эту долину, если даже это долина смертной тени, чтобы помочь вам. Здесь вы получите советы, вы получите откровения от Господа о том, как двигаться дальше через служителей, через просто людей, которые посвящены, которые сочитаны с церковью. Как много сегодня этих духовных мотыльков, которые не имеют никакой ответственности. И они буквально, каждое собрание в каждой другой церкви, они не имеют ответственности ни о чем, не хотят ни заботиться, ни о чем другом. Просто живут своей жизнью. И как удобно, так и удобно. Послушайте, братья и сестры, священное Писание говорит нам весьма четко, весьма прозрачно. Мы должны принадлежать к народу по местной церкви. И там, чтобы исполнена воля Божья, там Господь поднимает служителей, там Господь поднимает. И в это время Господь будет больше и больше поднимать людей, молодых людей, молодые люди. Будьте привязаны, будьте сочитаны с церковью, полюбите церковь и служите людям, которые приходят в церкви. И когда однажды придет это время, этот день, вдруг, внезапно, как говорит священное Писание, Бог обратит снова внимание на страну. Америка великая держава. Никакая, наверное, другая страна столько не сделала благословения для Царства Божьего по всему миру, как эта страна, я верю, у Бога есть еще милость, и Он однажды даст. Но будут захвачены те, которые находятся, и корни свои пустили в церковь. Вот это слово, которое я хотел сегодня передать. Не оставляйте собрания вашего. Пусть собрание станет вашим, как некоторые делают, сделали обычаем это. Обычай за годы, и пришло уже в привычку, просто прийти раз в году, и удивляются. Какая-то странная церковь, когда не приду, все время говорят, Христос и Воскресе, и больше ничего не говорят, и ни о чем больше не поют. Да, сколько сегодня людей приходят, по крайней мере, два раза в году на Кристос и на Истер. Сколько много? Знаете вы таких людей, они начали с небольшого. Сначала вечерние собрания перестали приходить. Наверное, сегодня у кого-то были планы остаться, а я сегодня для того здесь, чтобы сказать тебе, если ты можешь, ты приди сегодня и вечером, приди в другое время. Потом мы переставали ходить в среду, мы переставали ходить на разборы слова. Мы просто находили причину, чтобы не приходить в собрание. И потом эта церковь становилась чужая. Мы смотрели вдруг пастор, он странный какой-то. Я знаю, получше, я знаю, лучше проповедует. Из-за того, что я потерял контакт с народом, с телом. Ведь не может быть член, отдельно существовать член нашего тела, если он отрезанный, он мгновенно умирает. Почему мы думаем, что если мы живем сами своей индивидуальной жизнью, я еще жив, я по инерции жив еще, но очень скоро все будут знать, что я уже не живой. У меня есть большая проблема в отношении с ним. Вот это слово, которое Бог вдохновлял меня сегодня передать, дорогие христиане, дорогие верующие, не оставляйте собрание вашего, не оставляйте. Многие люди оставляют, а вы не оставляйте. А вы услышали сегодня вдохновение, вы услышали призыв Божье Слово, это рекомендация, возьмите, придите домой, прочитайте все послание к евреям. Я верю, страх Божий придет о том, настолько ответственно, настолько серьезно служить Господу. И как часто люди из-за мелочей, вот так потихоньку там, и там немножко, и они оказываются вне церкви, позволяют абсолютно многие вещи. И сегодня говорят, что, о, да что там, у вас уже все можно. Там можно, потому что люди позволяют себе. Будьте связаны с церковью. Я буду призывать вас к молитве, дорогие братья и сестры. Давайте поднимемся. Пастор говорил сделать призыв. Я сделаю, я не буду делать призыва, извиняюсь, брат. Я хочу, если у кого-то есть пренебрежение к церкви, вы, оставаясь там, покайтесь перед Богом, попросите у Бога прощения за то, что было пренебрежение к церкви. Возможно, потом пастор сделает призыв другого направления. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня, говорю это себе, выходя из этого дома молитвы, еще раз посвятил свое себя, свою жизнь и свое время для церкви, где Господь поставил тебя и принял решение. Я буду самым активным посетителем, я буду самым важным, я буду всегда очень вовлеченным в любое дело в церкви. Я буду служить Господу, я буду искать возможности прийти, чтобы послужить. И, конечно же, если кому-то Господь говорил сегодня, наведите с ним отношения, попросите прощения у Бога. И пусть Господь обильно и обильно благословит собрание, которое слышало сегодня Слово. Давайте обратимся к Господу. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя, что Ты говорил сегодня ко мне в мое сердце. Я благодарю Тебя, что Ты обращался сегодня к людям, которые находятся в этом собрании. И то, что Ты обращался ко мне о том, чтобы мы ценили. Мы были вовлечены, мы были привязаны, мы были посажены очень крепко в церковь, в дом Твой, там, где есть жизнь, там, где есть благословение. Прости меня, Господи, прости моих братьев и сестер, которые имеют пренебрежение, которые позволяют или позволяли себе в прошлые дни пренебрегать жизнью церкви. И мы считали это нормальным. Господи, я сегодня слышал Твое Слово Божие о том, что Ты обращаешься к нам через столетия. И очень опасно и пагубно оставаться дома, там, где когда-то Ты сделал завещание и повеление приходить в дом Божий, обращаться к Тебе, быть вместе, быть в единстве с народом Божьим. Господи, оскольких грех нашел тогда, когда церковь поклонялась Богу, мы оставались одни, там, в комнате, возле компьютера, возле телевизора, скольких людей. Люди были пленены грехом в тот момент и связаны на долгие годы, потому что мы нарушали заповедь. Не оставляйте собрания. Господи, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, пусть Господи придет, Господи, сегодня, снова и снова, огромное желание от Духа Твоего, от силы Твоей, снова поправить свое состояние и быть в тот момент, когда я должен быть, когда я имею возможность. Я всегда должен искать возможности прийти в Твой дом. Господи, прости нас, что мы часто пренебрегаем жизнью церкви, что мы часто относимся к тем людям, которые считаем, что это не для меня, что это для кого-то другого. Господи, прости нас, пожалуйста, Боже, прости служителей, которые очень часто ищут причину, чтобы не пойти в собрание. Дай нам, Господи, дай нам, Боже, всегда страстное, ревностное желание, Господи, бежать в Твой дом, зная, что Ты всегда ожидаешь здесь. Здесь находятся братья и сестры, здесь находятся те люди, с которыми я буду проводить вечность. Господи, и приходят те дни, когда Ты возвращаешься за церковью, Боже, когда Ты заберешь нас к себе, и мы всегда, вечно будем, Господи, с Тобою. А сегодня дай нам наслаждаться, когда мы сидим рядом на скамейках, наслаждаться друг другом, полюбить друг друга, Господи, и посвятить свои жизни для служения другим людям. Господи, во имя Господа Иисуса, я разрушаю в этом собрании дух, который ведет в пренебрежение к церкви, к народу Божьему, к Царству Божьему, к делу Божьему. Во имя Господа Иисуса Христа, пусть придет серьезность и дисциплина в отношении, Господи, посвящение собраний. Прошу Тебя, Отец, во имя Господа Иисуса Христа, пусть будет благословение на этой поместной церкви, Господи, пошли единства, пошли устройства, пошли согласия. Боже, да будут братья и сестры этой поместной церкви, братьями, действительно, людьми одной семьи. Во имя Господа Иисуса Христа, пусть каждый чувствует и видит нужду в другом. Во имя Господа Иисуса Христа, я прошу Тебя об этом и благодарю Тебя, поклоняюсь Тебе и превозношу Тебя, Боже, благослови каждое собрание, то ли спевка, то ли служение, разбор или молитвы, служение утром или вечером, разное служение, специальное или регулярное. Благослови эту поместную церковь. Прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть будет милость Твоя, охрана Твоя и защита Твоя. Благодарю Тебя, Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь. Аминь. Присаживайтесь. Слава Богу за Божье Слово. Спасибо, пастор Александр, что ты был послушен Богу. Это то, что сегодня нужно нам. Аминь. Я хотел спросить, кто хочет, чтобы за Него помолились? Кто хочет покаяться? Есть кто хочет покаяться? Поднимите вашу руку. Иди сюда. Давайте им поднимемся. Давай мы вместе помолимся. Скажи, дорогой Господь, во имя Иисуса Христа я стою пред Тобой. Я благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня. Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты взял на Себя все мои грехи и все мои беззакония. И Ты умер вместо меня. Ты занял мое место. И я благодарю Тебя. Господь, я прошу Тебя, прости мне все мои грехи, все беззакония, все, что было неправильно в моей жизни. И я каюсь перед Тобой. И я отрекаюсь сегодня от всякого греха, от всех дел дьявола, от всякой власти тьмы. Я отрекаюсь во имя Иисуса Христа. Дьявол, я отрекаюсь от Тебя. И я приказываю, убирайся вон из моей жизни. Я не принадлежу Тебе. Иисус мой Господь. Иисус мой Царь. Иисус, я покоряюсь Тебе. Я доверяюсь Тебе. Я смиряю мое сердце при Тобой. Войди в мою жизнь. Войди в мое сердце. Измени меня. Спаси меня. Освободи меня. Пусть слава Твоя откроется во мне. И пусть имя Твое прославится через меня на этой земле. И я благодарю Тебя за то, что прямо сейчас Ты прощаешь меня. И Твоя кровь, она омывает меня. И Ты освобождаешь меня от всякого рабства и всякого плена. я благодарю Тебя. И я благодарю Тебя. Я принимаю, Господь, Твою свободу, Твое прощение и Твое спасение во имя Иисуса Христа. И я благодарю Тебя. И я славлю Тебя, что Ты мой Бог, и я Твой Сын. Слава Тебе, Господь, во веки веков. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец, я благодарю Тебя. Отец, мы благодарны Тебе за Твою милость. Отец, мы благодарны Тебе за Твою любовь. Отец, мы благодарны Тебе за Твою благодать. Мы призваем Твою власть и Твою силу. Мы призваем Твое помазание. Пусть огонь Святого Духа прямо сейчас придет в это сердце во имя Иисуса Христа. Да разрушится всякое ярмо. Да разрушится всякое рабство. Да разрушится власть дьявола. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Дьявол, мы разрушаем все Твои притязания на Его сердце и на Его жизнь. Во имя Иисуса, да будет разрушена власть тьмы в Его жизни. Во имя Иисуса, мы провозглашаем прощение, мы провозглашаем свободу, мы провозглашаем восстановление. Отец, я молю Тебя, да придет Твоя живая вера, вера в Твою кровь, вера в Твою смерть и Твое воскресение. Во имя Иисуса, да придет Твоя порядок, Господь, в Его разум, Его чувства, Его мысли. Во имя Иисуса Христа, пусть уйдет все старое и придет все новое. Во имя Иисуса, мы провозглашаем Божью победу и Божью защиту. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сделал это. Слава Тебе, Отец, во веки веков. Аминь. Окей. Кто-нибудь помогите мне по-английски перевести? Иван РП. Здесь сестра Джоэна. Аминь.